Привет, мои пупсики, девочки! Будет гадание сейчас. Леночка его попросила, но я думаю, оно будет для всех интересным. Это гадание, которое я иногда повторяю. Кстати, у меня есть такие расклады. Какое впечатление вы произвели друг на друга, перспективы, новое знакомство, девочки? Давайте вот посмотрим, какое впечатление от вас у него. Это, конечно, будет больше относиться к новым знакомствам, но всё же, девочки, можете посмотреть. Потому я не называю новое знакомство, не на новых гадаем, но и старых сюда тоже пригребем. Новых и старых. Какое у него впечатление от вас? Когда он последний раз вас видел, когда он что-то последний раз к вам чувствовал? Это могло быть 5 минут назад, могло быть месяц назад. Давайте посмотрим то впечатление, которое у него осталось после вас, после вашего нового знакомства, если вы недавно встретились. Это будет у нас такой экспресс-раскладик, чтобы понять, что у него сейчас в голове по отношению к вам. Плюсует он вас, либо минусует. Давайте посмотрим на Монаре, мои дорогие. И сделаем такой реально экспресс. Экспресс-гадание, чтобы просто узнать о его впечатлении. Первое либо это впечатление, либо, девочки, последнее. Ну что, смотрим, мои дорогие. Первый, второй, третий, четвёртый. Тут ещё колоду вторую оставила для того, чтобы, если что, докладывать. Если что-то будет у нас идти не по плану, а по плану у нас счастливая жизнь. Первый вариант, мои дорогие. Смотрим. О, боже ты мой. Первый старший аркан мага вы вытянули, мои крошки. Я вам скажу так, он на вас запал, и причём конкретно. И я скажу, что это так просто всё не закончится. Даже если он будет от вас куда-то отбегать, поджав хвост, он всё равно будет к вам тянуться. Даже если он вам после первой встречи, допустим, давно не звонит, я вам скажу, что он всё равно с вами будет ещё контактировать. И дело в том, что он под большим, огромным впечатлением от вас. Вы ему очень понравились, девочки. Но есть такой один момент. Это всё-таки карта ещё и мага. Это говорит о том, что тут можно подразумевать, что вы могли бы ему и не понравиться. Либо, девочки, у него есть кто-то там на стороне или ещё что-нибудь, да? Может, он где-то наврал. И вот он офигел сам от того, что у вас произошло, да? Скорее всего, вот что-то пошло не по плану, не так, как он запланировал. Планировал, понимаете? Вот это ваша последняя встреча с ним. Крайняя девочка, будем говорить, да? И его, даже ваша первая эта встреча, для него, получается, что-то пошло не так, как он думал. Если он думал, что вы просто, типа, девушка на один час, то он глубоко заблуждался. Если он думает, что у вас не будет продолжаться общение, он тоже глубоко заблуждается. Дело в том, что его просто будет как муху выворачивать, понимаете, всю, блин, не знаю даже, как это объяснить. Его будет настолько крутить и ломать для того, чтобы он опять с вами связался. Но кое-что пошло всё-таки не по плану, не так, как он планировал. И из-за этого, получается, его и магнитит к вам. Он очень хочет дальше что-то с вами продолжать, да? Но я бы сказала, что вот он не знает, как себя дальше вести. Либо он вам где-то наврал, приврал про себя. Он не ожидал, что будет ли какая-то от вас такая реакция. Или он не ожидал, что вы настолько хороши оказались, например, в реале, если это первая ваша встреча была, да? И он действительно не понимает, как вести себя, но очень хочет. Но вот знаете, как запутался. Запутался именно в том, что же, что делать. Вот от этой карты идёт такой, знаете, вопрос сейчас, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать. Очень сильное какое-то волнение идёт. Я не просто читаю Аркан, Таро, да? Я ещё говорю то, что я испытываю, да, когда я открываю эту карту, да? Какое впечатление у вас, у него от вас, девочки. И от вас он испытывает сильное волнение. Вот что-то, вот знаете, как мужчина пришёл на свидание, там кофе попил, всё такое, отролевали и пошёл, да? И потом уже, типа, делает, расставляет все точки над «и» по пунктикам, а у неё такая грудь, у неё такая, а вот это у неё то, а всё пятое-десятое. Как он обычно привык. А получается, с вами было не так, понимаете? Не так, необычно, непривычно. Его к вам очень сильно жутко тянет. Тянет, магнитит просто. Вот такой вот первый вариант. Второй экспресс-расклад. Какое впечатление от вас у него, девочки? Смотрим. Восемнадцатый старший аркан Луны. Я вам так скажу. Для него вы неоднозначная личность, да? Он не знает, как вас оценивать. Он не может в свою вот коробчонку сложить то, какая вы есть на самом деле. Он, то, что у вас была вот эта последняя встреча, либо ваша первая встреча, говорит о том, что он реально не знает, знаете, как макушка айсберга вы для него, понимаете? Потому что либо у вас планы изменились насчёт него, если мы говорим, например, про какого-нибудь бывшего или с парнем, с которым вы там завершаете где-то общение, да? То есть он не понимает, что будет происходить потом, как вы будете себя вести в последующем. Это то же самое касается, девочки, вас. Если вы первый раз ходили с этим мужчиной на свидание, вы хотите узнать его впечатление о вас, я вам скажу так. Он вас полностью не понял, какая вы есть на самом деле, да? Тут было либо с вашей стороны, да? Вот он как бы думал, вот вы такая, такая и такая. Он шёл со своим впечатлением первым, да? Либо он знал вас, это если я говорю о каком-нибудь таком парне, если вы загадали, которого вы уже, как говорится, знаете, да? То он не понимает, как вы будете себя вести, что вы будете делать. Вы для него уже какая-то новая загадка. Для тех, кто встретился в первый раз, девочки, да? Он тоже шёл со своим впечатлением, но понял, что вы совершенно не то, что он себе в голове представлял. Что он видит только одну маленькую вершину айсберга. А под водой скрыто очень и очень много, девочки. Много, я бы даже сказала, самодостаточности. Ещё мог быть такой момент, что вы ему могли где-то в чём-то соврать, да? То есть не всю подноготную про себя говорили, да? А где-то даже переусердствовали, когда описывали там себя, свои достижения. Я не говорю, что вы там, ну, так наврали, да, откровенно говоря. Но даже вот когда пуха на себя накидывали, даже вполне обоснованного пуха, девочки, да, то мужчина прифигел, понимаете? 18-й старший аркан Луны говорит о том, что мужчина прифигел от вашего вида и от того, что он увидел. Он не ожидал то, что он увидел, понимаете? Он увидел очень самодостаточную, крутую, талантливую девочку Луну, которая сама захочет – выберет, не захочет – не выберет, да? Как вести себя с вами? Он будет побаиваться. Я так думаю, что, скорее всего, девочки, если этот мужчина после первого знакомства, он будет очень себя банально с вами вести, банально, то есть он подумает, ну да, ну как, а как, а что, как мне себя с ней вести? Он может говорить вам какие-то банальные вещи. После того момента, как он с вами встретился, он, знаете, если у вас были такие хорошие разговоры, да, до того, как вы встретились, он потом может перейти на такую, знаете, такую сухомятку какую-то, с вами общаться так более банально, да, либо даже уйти в какое-то подполье, пописывать вам, но, например, не приглашать на следующее свидание, потому что он не знает, понимаете, согласитесь вы, не согласитесь, что вам вообще нужно от него, да. Он встретил такую женщину, которую, знаешь, не разведёшь просто так на какой-нибудь лёгкий интимчик, понимаете. И, возможно, его планы могли от этого измениться, девочки. И я вам скажу так, если вот это вот был у вас какой-то такой пута или ловелас, которому, в принципе, особо никакие нормальные отношения не нужны, он, конечно, мог бы по ушам ездить. То есть, в общем, если этот новый ваш знакомый исчезнет с вашей жизни, не особо-то и переживайте. Понимаете, он мог испугаться всей вот этой вот лавиной, которая пришла к нему на свидание. Понимаете? И он может не подобрать к вам ключика, потому что вы для него загадка. Тут многое зависит от вас. Если вы, девочки, всё-таки захотите с этим мужчиной быть, да, то вам надо более как-то, знаете, открыто и понятно для этого мужика объяснять, чего вы именно от него хотите. То есть, ему очень тяжело будет угадывать именно ваши желания. То, что вам будет казаться нормальным, банальным, то, что должен делать мужчина по отношению к женщине, вот этому мужику будет неясно и непонятно, и вообще, что делать, как себя вообще с вами вести. Поэтому, чем проще вы будете с ним общаться, да, вот если вы захотите в кино, не надо ждать его приглашения или там намекать, что там хороший где-то фильм идёт, он этого не поймёт, понимаете? Через какое-то время просто можете сказать, что я была бы рада, если бы ты меня сводил в кино, да. То есть, чем конкретнее вы будете говорить, даже в своём опломбе таком, как вы любите, а я тут уверена, что по 18-му аркану вы так и любите говорить загадками и красивыми словами. В общем, девочки, его надо будет направлять именно в ту сторону, которую вы хотите, потому что вы для него непонятны. Он не ожидал того, что он увидел, девочки. Не ожидал. А для тех, кто вот гадает на того мужчину, который он знает, я вам скажу так, что-то пошло по-другому, и он либо не допрыгивает до вас, до вашей планки не допрыгивает, либо у вас очень сильно планы поменялись, да, либо вот, что я говорю про планку, то есть, может быть, вы ему высказали то, что вам надо по жизни, да, и мужчина такой, о, ничего себе, да, и, как бы, может попытаться абстрагироваться от этого, потому что тут просто лавина, тут такая, тут просто реально женщина вот этого старшего аркана Луны. Очень крутая, очень талантливая, богатая внутренняя женщина, которая может часто оставаться одна, только потому, что очень тяжело вот такой вот Луне, женщине Луне найти своего настоящего мужчину. И, девочки, вот я даже вот скажу, да, по Луне, королеве всегда сложнее найти себе вторую половину, потому что королей не так уж и много, а в каждом королевстве есть много таких людей, мужчин всяких разных, да, и крестьян, и рабочих специальностей, и, ну, я так утрированно говорю, да, и дворяне есть, ну, совсем разные мужчины. То есть, когда вы, королева, будете искать своего короля, да, вам надо искать именно такого вот, как вы. Чем больше Луна будет притягивать таких же людей, если вы музыкант, вам надо музыкант, актриса, вам надо актёр. Вот посмотрите, что у вас вот такое вот сильное, сторожневое такое идёт внутри вас, да, и когда вы найдёте такого мужчину, вы будете очень суперсчастливы с ним. Либо вот женщины Луны, они обычно хорошо себя чувствуют с подкаблучниками, да, мужчина, который дома стирает пелёнки, готовит кушать и ждёт жену дома, когда она самореализуется. И вот эта карта может отпугивать вот таких, знаете, середнячковых. Тут либо такие идут мужчины, будут соглашаться на Луну, те, которые готовы быть подкаблучником, идти за женщиной, и много, в принципе, в жизни ничего не достигать, быть её тенью. Либо такие же крутые, как она. А вот этот середнячок, обычно с ним мало чего получается. Так что, девочки, вы его восхитили, это факт, да, но потянет ли он вас, вот в чём вопрос. Если вы хотите его тянуть, да, все отношения дальнейшие будут, в принципе, действительно зависит только от вас, снизойдёте ли вы, либо не снизойдёте, снизойдёт ли Луна или нет. Вот такие вот дела. Третий вариант, мои дорогие, какое впечатление от вас у него? Так, девочки, тут с земли выпал. Ну, во-первых, он вас, я извиняюсь за это грубое выражение, он вас хочет. Он реально просто вас хочет. Причём, знаете, ему нравится именно, не то, что вот он думает, как бы заполучить то, что у вас между ног, да, этот мужчина хочет вас, потому что ему очень нравится ваше лицо. Ваше лицо, глаза, губки, волосы, что-то, ну, тут с земли он навсегда определённо говорит даже о какой-то части тела, конкретная часть тела, которая очень сильно нравится мужчине, который млеет. И вот по этой части тела он всегда определяет, это женщина, а это не женщина. То есть, если у женщины пухлые губы, это для него женщина. Если у неё тонкие губы, значит, не женщина. Если у неё длинные волосы, это женщина, короткие волосы, не женщина. Я так утрирую всё же, но обратите внимание, что вы ему понравились, потому что в вас именно какая-то есть часть тела, либо что-то такое в вашем образе, что говорит о том, что вы для него являетесь реально женщиной-женщиной, девочкой-девочкой, которую он бы хотел иметь, причём достойную даже для того, чтобы быть его женой девочки. Вот он всегда будет искать. Туз земли, вот эта вот карта, она очень крепкая. Мужчина ищет по земному типажу женщину себе, он ищет именно свой типаж. То есть эта карта часто выпадает мужчинам, когда они любят либо только брюнеток, либо только блондинок, либо только бразильские попки, либо только третий, там четвёртый размер груди. То есть он не то, что там по душе выбирает, сколько по внешним признакам. И вы вот реально каким-то внешним признаком являетесь для него эталоном. Ну не то, что просто типажом, а эталоном женщин, понимаете? Вы ему понравились, мои дорогие. Понравились, это мягко сказано. Я бы сказала, что вот вы его типаж, девочки. Типаж, с которым он всегда думает, как построить дальнейшие серьёзные отношения. Если вы тут загадали какого-нибудь своего такого другого мужчину, не новое знакомство, да, а такое, которое уже продолжается, девочки, то я вам скажу так, он рассматривает вас реально как вариант «жениться». «жениться». Вот такие вот дела. Четвёртый вариант, мои дорогие. Какое впечатление у вас, от вас, у него? 21-й старший аркан мира, девочки. Тут пошла карта, вам вышла. Ну что я вам скажу? Тут может быть такой вариант, девочки. Если уже с плохого варианта начать, это может знать, что вы его не зацепили, да. Такой вариант может быть, что он пошёл на зло с вами, если это новое знакомство, да, пошёл с вами на свидание для того, чтобы как будто бы начать новую жизнь, либо начать эти новые свидания, да. Он как будто бы, знаете, открыл свою вот эту баночку с газами. Но 21-й старший аркан всё равно это старший аркан и это кармическая карта. Тут могут завязаться отношения у вас, но я бы не сказала, что они будут у вас супердолгими, потому что это 21-й аркан. Либо, девочки, тут знаете как, тут она такая хитрая карта. Тут либо всё обрывается, и больше вы как бы, знаете, ну встретились и встретились, ну и он просто как будто бы начинает новую жизнь, да, то есть расходится на свидание после вас. Вы как будто бы в него вливаете новую какую-то жизнь. Но вот это свидание, новое свидание, если мы говорим о новом знакомстве, то оно и вам идёт на пользу, да. Как бы оно, девочки, не закончилось, дело в том, что вы друг друга как-то, знаете, настраиваете на новый лад, на новую жизнь. И вот эта встреча с ним, да, это как с новым этим вашим знакомым, как будто что-то новое, что будет изменять ваш, уже изменила, я бы даже сказала, вашу жизнь. Потому что либо вы уже расходитесь и будете с другими ходить на свидание, да. Дальше. Будут ли у вас продолжаться отношения? Они, девочки, могут продолжаться до определённого периода, да, пока вы вместе с ним отработаете. Либо вы избавитесь от старого, он избавится от старого. Либо вот что-то такое будет у вас конкретно в жизни происходить, если вы будете видеться с ним, да, продолжать. То есть освобождение от того, что уже было прожито, да, либо клин клином вышибает этот новый знакомый, либо начало ваших новых похождений на свидание, да, с мужчинами, либо ещё что-нибудь, ну, что-то новое такое. Но я не знаю, девочки, тут такой вот спорный вариант. По одной карте, конечно, сложновато сейчас сказать, да, но я всё-таки скажу вам, как могут развиваться. Следующая эта карта опять новый цикл. Это уже будет карта нулевой старший аркан, дурака эти, да. То есть получается как? Вот этот мужчина, какой он в первое ваше знакомство был, он может быть совершенно другим, когда вы будете его узнавать. И я не считаю, что тут плохо, если эти отношения закончатся у вас, да. Вот первое свидание прошло, ну и хер с ним, да. Если так, то отлично. Но если вы будете с ним продолжать отношения, да, то вы с ним вот как раз-таки от нуля до двадцать первого старшего аркана всё переживёте. Но фишка в том, что у вас двадцать первого началось с ним, да. То есть у вас, получается, вы тогда закончите, грубо говоря, да, на… ваше отношение закончится на двадцатом старшем аркане, а это карта суда. Понимаете? Тут, в общем, такой вот спорный вопрос. Продолжать ли с этим мужчины отношения? Можно много чего, в принципе, получить, но я не скажу, что эти отношения будут лёгкими, девочки. Может, они будут кратковременными. Но, ладно, давайте скажем, какое впечатление от вас у него всё-таки осталось. Он не считает, что он захочет… Он не считает, что он хочет с вами, например, жить, да. Может быть, он будет решать какие-то свои вопросы с жилплощадью. Если девочке он говорил, что я хочу совместно жить, то будьте уверены, что он всё-таки говорит о том, чтобы облегчить себе какое-то материальное состояние, то есть квартиру на двоих снимать, либо пожить в вашей квартире, да. То есть я бы всё-таки на расстоянии с ним встречалась и на его предложение как-то там больше сойтись всё-таки отодвигала эти варианты для того, чтобы вот эту карту дурака, знаете, вот как-то пережить на улице, да, чтобы не дома вы поняли, что вы с дураком живёте, да, а чтобы это произошло на улице. И потом вот влюблённые, всё остальное, можно уже как бы и совместно. Но тут тонкий момент всё-таки с этим, девочки, вариантом. Просто кроме 21-го старшего Аркана, я бы не сказала, что и вам этот мужчина сам по себе как бы нужен, да. Девочки, постречайтесь ещё. Если это ваш новый знакомый, да, сходите на свидание ещё с мужчинами. Выберите себе на любом сайте знакомств ещё мужиков и ходите на свидание, понимаете? И сходите на свидание, и у вас какой-нибудь более даже прикольный вариантик может быть. А этого можете попридержать, будет приглашать на свидание. Окей, походите. Но мне не хочется вот этого, понимаете, вот этот следующий Аркан, чтобы он уже был на вашей территории. Вот по этому варианту запомните, да, чтобы не на вашей территории была, а где-то там, понимаете? Даже ради первого, например, интима, если он очень вам понравился, да, к себе не берите его, понимаете? Тут вот есть такая опасность проигрывания вот этой вот карты. Тут можно хорошо провести время. И причём, знаете, как обновиться. Обновиться можно с ним. Даже после этой одной встречи. Если вы загадывали тот мужчину просто, вот которого вы уже знаете, и всё остальное, хотите посмотреть, какое впечатление от вас у него, от последней этой встречи. Впечатления довольно-таки позитивные, хорошие, да. Но почему-то, вот знаете, как будто вы от него уходите, да, и не держитесь как будто бы за него, за этого мужчину. И этот мужчина где-то вот в глубине души думает, «А придёте ли вы в следующий раз?» Понимаете? Он как бы на вас перекладывает ответственность за вашу последующую встречу. Потому что такая, знаешь, гордая и независимая. Тут мужчина не может приказывать по этому вашему девочке варианту вам. Он даже не может планировать ничего, потому что как вы захотите, так, в принципе, оно и будет. Тут неоднозначный. Вот реально четвёртый ваш вариант, девочки. Какое впечатление от вас у него по двадцать первому старшему аркану? Неоднозначный ответ, 50 на 50. Тут надо ещё смотреть, понимаете? Это надо смотреть ваши отношения ещё в развитии, как оно дальше будет. Потому что либо даже, ну, чтобы двадцать первый так выпал. Вот есть такие вот именно старшие таро, да, старшие карты, которые вот на такое гадание. Какое впечатление у вас, да, что он думает о вас, тарали-вали. Вот такие вот какие-нибудь расклады похожие. И вот этот двадцать первый старший аркан, тринадцатый старший аркан, двадцатый старший аркан, да, и ещё пару таких арканов. Они говорят, что надо ещё посмотреть, да, на ход естественных событий, девочки. Не притягивать ничего за уши, да, а, как говорится, даже пронаблюдать это всё. Пронаблюдать, прочувствовать себя, надо или не надо, потому что вам, наверное, может быть, завтра это даже вообще будет неинтересно и не надо. И поэтому они как бы, знаете, мне даже вот эти вот карты говорят, так, стоп, подожди, не надо пока смотреть. Вот это не надо, давай посмотрим другие вопросы. Вот такие вот дела, девочки. Ну, вот как выпали, так выпали, вот и говорю. Всё, мои дорогие, пока-пока.